Привет-привет, ребята! Сегодня мы с вами будем играть в Моя Кофейня. Давайте покрутим, выберем какую-нибудь баночку интересную, посмотрим, что нам в ней попадется. Ух ты! Нам попалась какая-то специя. Нам пришел новый заказ, а мы его, кажется, выполнили. Давайте отправим заказ. Хорошо. Кто к нам тут пришел? Фернандо. Добрый день! Фернандо, похоже, у вас есть какие-то новости. Я был приятно впечатлен в вашем кафе и взял на себя труд рассказать о нем нескольким своим друзьям. Они сгорают от желания попробовать ваши чудесные напитки. Отлично! У нас будет еще больше посетителей. Спасибо, Фернандо. Боюсь, все не просто так. Им интересна доставка. Но у нас нет ни машины, ни курьеров. О, не беспокойтесь, с этим я помогу. От вас требуется всего лишь приобрести в магазине телефон и установить его, чтобы иметь возможность принять заказ. О, так я же уже установила телефон. Окей. Так, мы установили телефон. Подскажите, как им пользоваться? Конечно, тем более это так просто. Чтобы принять заказ по телефону, нажмите на него. Выберите подходящее задание и нажмите кнопку «Принять заказ». Как выполнять заказы? В заказе перечислены требуемые продукты. Вы можете выполнять их самостоятельно. Приготовьте требуемый продукт, а потом нажмите на телефон. А мои работники могут это сделать за меня? Чтобы работник стал собирать заказ, нажмите под ним кнопку «Назначить». Назначенный работник будет собирать заказ и во время вашего отсутствия. Но помните, что такой работник перестает обслуживать посетителей. Звучит несложно. Пожалуй, попробую выполнить какой-нибудь заказ прямо сейчас. И поступите абсолютно верно. Телефонные заказы – бесценный источник дополнительной прибыли и особых специй. Продолжайте в том же духе и примите этот кристаллик. О, благодарю. К нам вот, по-моему, пришел какой-то новенький персонаж. Сейчас мы, наверное, узнаем, кто это. Рон, здравствуйте. Привет, мы знакомы? Нет, давайте знакомиться. Я Рон, капитан местной футбольной команды. О, недавно проходил региональный чемпионат. Вы в нем участвовали? Эх, чтобы туда пройти, нужно выиграть отборочные матчи. И сколько матчей нужно выиграть? Не знаю, мы еще ни одного не выиграли. Окей. Так, наша Татьяна дала нам подарочек. Давайте его откроем. 500 монет, 2 лепестка розы и 2 аниса. Анис у нас опять никуда не входит. Ох. Ну, давайте тогда откроем еще один ящичек в коробке. И мы потратим на него целых 49 алмазиков. Это ой, как много. Ну, давайте купим все-таки. Место нам все равно пригодится. Ну что ж, подарков больше нет. Так, нам снова хочет Фернандо что-то сказать. Давайте узнаем. Фернандо, что скажете про наше кафе? Могу сказать, что ваше кафе выходит на новый уровень. Я вижу, что вы научились готовить особые рецепты. Можете сделать для меня чай с колганом. Готов выложить за это 500 монет. Как его готовить? Рецепт есть у вас в книге рецептов. Но вам понадобится особая специя колган. К счастью, у меня есть одна. Возьмите. О, благодарю. Ой, он снова не входит. Ну, мы его положим вот сюда. А анис нам все-таки придется выбросить. Потому что места для него нет. А купить еще один ящичек я просто не могу. Он стоит очень дорого. А алмазиков у меня больше нет. Ну что ж, давайте приготовим для нашего Фернандо. А что он, кстати, просил? Чай? Да, он, наверное, просил чай с колганом. Давайте его сделаем. У меня, как всегда, ни чая, ни кофе и ничего нет. С нами снова хочет поговорить Рон. Пока весь наш чай готовится, давайте поговорим с Роном. Рон, какой напиток вы бы хотели попробовать? Макачино со льдом. Наш тренер его очень хвалил. Хорошо. Так, чай почти готов. Мы сейчас его заберем и отдадим Фернандо. Вот ваш чай с колганом. Отлично. Ммм, сварен именно как надо. Вот ваши 500 монет. Благодарю. А еще к нам пришел Ватсон Холмс. Категорически вас приветствую. Холмс, что мы можем для вас сделать? Можете обои на стенах поменять? Какая расцветка вас устроит? Главное, чтобы не зеленые. У нас участки такие же. Я себя здесь как на работе чувствую. Горизонтальную полоску тоже не советую. Могу не удержаться и начать на них что-нибудь писать. Мы можем сменить дизайн. Это не сложно. Интересно будет посмотреть. Окей. Так, ребята, у нас так много посетителей. Все что-то от меня хотят. Давайте поговорим с Маргарет. Она вот ко мне тут пришла. Маргарет, что вы можете сказать о Роне? О нем лично ничего конкретно сказать не могу. Но с их командой явно что-то не так. Это потому, что они не могут выиграть. Я, конечно, не очень хорошо разбираюсь в футболе. В общем, на прошлом матче их игрок, получив мяч, развернулся на 180 градусов, побежал к своим выротам и забил в них ровненько в девяточку. Окей. Да, странная действительно команда у них. Ну что ж, с нами снова хочет поговорить Фернандо. Давайте узнаем, что он от нас хочет. Подскажите, вы знакомы с Роном? Да, интересный молодой человек. В нем видна страсть к тому делу, которым он занимается. Я очень уважаю подобное качество в людях. А почему вы сделали такие выводы? Посмотрите на него. Рон даже к вам в кафе пришел в футбольной форме. Окей. Хоум спросил, чтобы мы поменяли обои, но как это сделать, я еще пока не придумала. А вот, мы можем сменить обои на вот такие вот обои традиции. Они стоят прям тысячу монет. А мне еще нужно купить новое оборудование. Это шоколадный сироп и кофемашину капучино. Ох, ну что, ребята, я думаю, что для начала нам все-таки нужно купить оборудование, поскольку у меня просто нужны будут новые рецепты. Точнее, они уже есть, их нужно сделать. А сделать без этих машин я просто не могу. Давайте купим шоколадный сироп. Но у нас нет тумбочки. Ну вот, ребята, давайте теперь купим оборудование шоколадный сироп. Куда мы его поставим? Давайте его вот сюда вот установим. И рядом с ним мы поставим чай. Так, итак, Фернандо, как достичь успеха? Сократить расходы и увеличить доходы. Но это не совсем то, что вы хотели узнать, верно? Да. Важно извлекать прибыль из всех возможных источников. Выполняйте заказы по телефону, покупайте новые аппараты, подавайте вашим клиентам блюда с особыми специями и еще. Да. Не забывайте использовать телевизор. Нажмите на него, посмотрите видеоролик и получите кристаллик. Окей. Ватсон. Добрый день. Ватсон, вы выглядите немного подавленным. Эти зеленые стены, как в нашем участке, не дают расслабиться. Окей. Ватсон, хотите какой-нибудь коктейль с шоколадным сиропом? С удовольствием. Кстати, шоколадный сироп можно использовать не только для приготовления напитков. А для чего еще? В фильме «Психо» Альфред Хичкок использовал шоколадный сироп для имитации крови в знаменитой сцене в душе. Но сироп же не красного, а шоколадного цвета. Фильм черно-белый. Цвет реквизита не имел значения. Окей. Ребята, давайте посмотрим, какие мы вчера открыли рецепты и попробуем их сделать. Шоколадный чай. Снова-снова нужно ждать чай. Мы сейчас войдем. К нам еще пришел Билл. Давайте с ним поговорим. А, у Билла у нас ждет викторина. Какого дерева не существует в природе? О, ребята, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ну, давайте попробуем ответить. Здесь алмазное дерево. Я не знаю почему, но почему-то оно вот как-то мне особенно бросается в глаза, что не может его быть точно. И вы абсолютно правы. Ура, ребята, ничего себе. Я ответила на такой вопрос, который я просто не знала. Окей. Давайте ответим еще на два вопроса. Самая высокая вершина Земли. О, я думаю, это знают все. Это Эверест. Да, абсолютно верно. И третье. Как называется самый распространенный сорт кофе? Ну, наверное, арабика. Остальных я просто не знаю. А арабика, в принципе, у всех на слуху и все о ней знают. Наверное, она самая распространенная по этому. Да, абсолютно верно. Но Билл хочет еще что-то нам сказать. Грустите, Билл. Эх, наверное, у меня никогда не будет девушки. Откуда пессимизм? Надо больше уверенности. Да, у меня точно никогда не будет девушки. Скажу по секрету, ваша тайная любовь, Мэри Дид, вновь свободна для отношений. Правда? Тогда я ей признаюсь. То есть не сам, а напишу записку про мои чувства. А вы ей передадите, хорошо? С удовольствием. Только не говорите, что это я написал. Ничего не могу пообещать. Намек понял. Вот вам два кристалека за сохранение тайны. Благодарю. Ну что, ребята, откроем секрет или нет? К нам пришла Мэри Дид. Кстати, нам нужно взять чай, и у нас получился новый рецепт шоколадный чай. А кто его просил? Наверное, его никто не просил, я его хотела сделать сама. Ну, давайте посмотрим, какие у нас... Нет, давайте сначала узнаем. Передадим Мэри Дид записку. Привет. Мэри, вам тут записку передали. Ой, а кто? Билл пожелал остаться неизвестным. Да, давайте посмотрим, что там написано. Мэри, вы покраснели? Что-то вас смутило? Тут написано, что со мной хочет встретиться симпатичный, современный, умный, молодой человек. Это точно не Билл. Ха, про скромность там ничего не написано? Нет, а еще приписка и т.д. Что же мне делать? И т.д. звучит многообещающе. Возможно, Биллу есть чем вас удивить. Напишу, что мне надо подумать. Передайте мой ответ этому симпатичному и т.д. незнакомцу. Окей. Хм, забавно, я все-таки открыла секрет. Не знаю, я подумала, что это может быть забавно. Так, Билл, вы как-то загадочно улыбаетесь. В чем дело? О, это окажется про рекламу. Хорошо. Мэри сказала, что подумает, стоит ли встречаться с симпатичным и т.д. человеком. А вы сказали ей, что это я написала записку? Да, но она не поверила. Напишите ей еще, поразите ее чем-нибудь. Точно. Я напишу, что в отличие от меня, она не знает пять языков программирования. Хм, лучше написать ей комплимент. Ваш вариант на него не тянет. Компли-что? Напишите, какая она хорошая и красивая. Разве она сама об этом не знает? Мы все знаем, какие мы хорошие и красивые. Но еще лучше, когда кто-нибудь напоминает нам об этом. Это и есть комплимент. Точно. Это же как напоминание. Вот, передайте ей, пожалуйста. Окей. Сейчас передадим. Привет. Мэри, вам опять записка. Цитирую. Мэри, напоминаю тебе, какая ты хорошая. Оригинально. Надо будет на будильник такое напоминание поставить. И каков ваш ответ? Вторая записка немного странная, но очень милая. Пожалуй, соглашусь с ним встретиться. Только можно ли у вас тут это сделать? Мне так будет спокойнее. Конечно. Как всегда, столик с гвоздиками? Ой, нет. Что-то я разлюбила цветы после последнего случая. Можно, чтобы нам какой-нибудь необычный кофе приготовили? Хочу, чтобы меня приятно удивили. Хорошо. Ну что, Билл? А, ты куда уходишь? Куда ты уходишь? Билл, Мэри согласилась с тобой встретиться. Ну что ж, раз Билл ушел, значит и... Наша игра, в принципе, на сегодня подошла к концу. Ребята, вы были на канале Той Чай Кидз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.